Добрый день суток, дамы и господа! Войд чарт, стратки, часть вторая. Сегодня расскажу о том, как я модифицировал свою страту на фарм легендарных предметов, а также, точнее, и эта страта будет для авантюристов, а также страта для тех, кто любит что-то более стабильное, и страта на босс раш, которую придумал не я, вот, и позаимствовал её, и решил рассказать свои впечатления, и поделиться ими с вами. Начнём с первой. Занимался я данной стратегией ещё до того, как начал использовать крутые компасы. Ты рассказывал о ней ранее, однако сейчас появились небольшие её модификации. Пройдёмся сначала по дереву. Здесь всё осталось без изменений. Единственное, что я оставил, это прайслес вещи, потому что они всё-таки падают и вне Дарксёрджа, который мы, к слову, будем фармить. Вот, и также, если прайслес вещи падают в Дарксёрджа, они всё ещё продавабельные, но у них будет две звезды. Вот, а легендарок в этой страте становится немного больше. Сам Дарксёрдж остаётся без изменений. Всё так же мы пытаемся фармить ультимейт-куски. Вот, не брать обязательно нужно вот этот вот стат, потому что он у нас даёт шанс, что легендарки, которые выпущи, будут закорабчены и непригодны, ни для какого крафта, ни для чего. Вот, здесь всё остальное остаётся тем же самым. Больше энергии, больше вызова Дарксёрджа. Нам нужно утилизировать волны как можно больше. Дальше. Остатки поинтов, которые у нас будут, можно закидать куда угодно. Так-то их должно быть на самом деле шесть, но я у него убил Кигана. Точнее, не ходил на него, чтобы забрать свой поинт. Так что у меня вот пять поинтов осталось кинут сюда. Далее. Я всё ещё бегаю с Блэксэйлом, потому что за один компонс, который тратится, и вот за несколько поинтов, по-моему, выхлоп из этой механики является довольно-таки неплохим. Всё-таки халявные релики и мемори, относительно халявные, это неплохо. Плюс всё ещё продолжают продаваться релики и мемори на Ириску, которые я играю сам, и спрос на которые присутствует на рынке. Далее. В этом созвездии у нас лично я оставляю сундук. Я думал, куда можно вложить поинты. Ничего более эффективного я опять же не нашёл. Сундук иногда наваливает довольно-таки неплохо валютки за небольшое количество поинтов. Если вас вот это вот не устраивает, можно в принципе вложиться в дюпликейт маяков, либо в дюпликейт страшардов, которые падают с боссом. Но, как по мне, этот вариант получше. И я спекнул обратно поинты на дополнительные дроп-квантити гир и прайс-лосвещи, которые будут обычные, не уникальные. Потому что всё-таки Dark Search у нас основной источник сейчас в игре уникальных и в принципе вещей. Не основной, конечно, это он специализирован на дропе вещей. И когда там прокает гир награды, мы получаем довольно-таки много шмоток и будем иметь больше прайс-лосвещей, которые годны на продажу, потому что на них есть 1Т0 стат, которые в принципе востребованы, будут там до конца лиги, и эта фишка не потеряет актуальность. И сюда, в большом дереве, которое даётся за тревелера, лично я беру шанс не потратить компасы 10%, но тем не менее, учитывая закуп наш, который мы будем делать, это довольно-таки неплохой выл. И такое, хотя и накидывает там 30% хп на мобов, но это нивелируется вашим уроном. Ну или спусканием на сложность пониже. Вода, к сожалению, живого показывать я вам не буду сейчас с этой стратки. Оставлю ссылки с тайм-кодом в описании к видео. Можете посмотреть, как я пробежал больше, чем 10 карт и какой выхлоп у меня был. Выхлоп, хотя я на самом деле вам покажу. Отбился я, если честно, в ноль, но на самом деле это было при наличии петов на Dark Search. Уж не знаю, повезло ли мне или не повезло. Вот за эти там, по-моему, 13 карт, потому что 3А запрокнуло 10%. Я выбил 3 блюпринта на Imperial Might, которые дали мне там 600-540 фе. И, по-моему, 2 блюпринта на коробку. Один у меня продался относительно недавно, да. А один продался в самом начале. Соответственно, я там на закуп потратил порядка 1000 и отбил что-то в районе 1000, если учитывая остальной дроп со всего. То есть, грубо говоря, острота как была, не знаю, фишингом больших уников. Теперь сюда добавляются еще и блюпринты, которые падают. Сейчас расскажу почему. В страту я добавил компас на то, что Dark Search у нас, в принципе, вызывается всегда. То есть, нам не нужно юзать поинты на дереве. И плюс ко всему, увеличивает шанс того, что в ревардах этого самого Dark Search будут трогать легендарные предметы. Соответственно, давая нам больше шанса на то, что будет падать тот, то или иной крутой блюпринт. Дальше. Двойной компас на Black Sail остался без изменений. И два компаса на мобов, на белых и на синих, которые дают, соответственно, 10 и 12 паков, соответственно, для того, чтобы повысить количество наших мобчиков для Dark Search. И, соответственно, подобный закуп выходит. Грубо говоря, там 1, 2. Точнее, эти сикстанты обычно там лежат где-то по 2 фе. Эти по 1, эти по 7. То есть, грубо говоря, там 10. И этот сикстант стоит, ну, в районе, не знаю, там 70-80 фе в данный момент. С утра люди говорили, они были по 30-40. Потом, видимо, не один я нашел эти компасы, и они стали стоить дороже. Можно бегать либо с ним, либо брать обычный компас на Dark Search и надеяться на дроп, не вкладывая там 70 фе в карту. Это, наверное, вариант для всех тех, у кого пета на Лигу нет. Потому что я делал все это вот с подобным сетапом. Я немножко покрутил, тут было дело Dark Search'овского пета, и вот он дает 45-процентный шанс, плюс вот эти пета дают 30-процентный шанс того, что у меня добавятся дополнительные награды, когда я в первый раз нажимаю Dark Search. Вот, ну и, в принципе, увеличивает дроп квантити гира как такового. Не знаю, насколько сильно это помогло. Скорее всего, это очень сильно мне помогло. Вот, однако, двух вот этих петов можно, я думаю, выкрутить с десятки круток в баннер Dark Search'а, который, напомню, что в Past Memories, в разделе ивентов, у нас доступен в данный момент. Вот, чтобы увеличить свои шансы на получение гира хотя бы на сколько-то, хотя бы имея фиолетового и синего пета. Вот это то, что я могу предложить в виде одной страты, а вторую страту, которая является модификацией Boss Russia, мы рассмотрим сейчас отдельно. В чем заключается она? В принципе, Boss Russia всегда был страткой для всех тех, кто не хочет вкладывать в свой фарм ничего, однако выносить оттуда стабильно и желательно как можно больше. Начнем с большого дерева, закидываем поинты в дюпликейт наших старшардов. Они будут основной, наверное, частью нашего фарма. Ну, не основной, но большой ее частью, да, скажем так. Дальше добираем дюпликейт этих шардов до 100%, берем апгрейт и дюпликейт, соответственно, маяков, потому что бегать мы будем на Т7, и, соответственно, наши Т7 маяки будут конвертиться в Т8 маяки, и Т8 маяки будут дюпаться с помощью данных поинтов. Остальное мы вкладываем в Dark Search. Нас интересует шанс спавна этого Dark Search'а, и шанс того, что у нас появятся боссы, и эти боссы будут дропать эдикты на Кигана, которые стоят довольно-таки дорого. Вот. Дополнительный шанс на них. Здесь шанс того, что нам упадет сразу фамильяр Нексус, но шанс 0,4% с босса, который появляется там нечасто. В общем, это довольно-таки маловероятное событие, которое с вами произойдет. Рассчитывать на него не стоит, но, тем не менее, поинт закинуть сюда нужно. Вот. Ну и остатки предлагается закинуть в Этерну. Шанс спавна Этерны, шанс спавна дополнительных мобчиков в Этерне, шанс того, что упавшее пламя апгрейдится, ну и, соответственно, дроп самого пламени. Вот. Это, эти 35 поинтов, можно разменять на что-нибудь другое. Люди предлагали взять ветку куба, так же, с шансом спавна и с шансом дропа проходок на кубного босса. По поинтам это может выйти даже выгоднее, потому что здесь кроме вот этого и кроме этой ветки нам нужна лишь ветка на Малис Инкарнейшены. Ну, вот, по-моему, это вот эта ветка. Да. Не знаю. Выбор за вами. Лично я остался с поинтами на Этерну, потому что впоследствии, возможно, я ее пойду пофармлю, потому что у меня там падает чест, на котором мне нужны нормальные статы. Компасы в данном сетапе никакие не юзаются. Бегается все на Т7. Если не можете Т7-2, можно бегать на Т7-0. Т7-0 от Т7-2 отличаются только наличием дополнительного опыта для всех тех, кто качается так же, как и я. Это небольшой шокейс того, что происходит. Вот, грубо говоря, заходя на карту, мы не трогаем лик-механику, потому что она будет занимать у нас слишком много времени. И педалим себе спокойно, лутая. Вот уже начинается дроп. Маяки. Маяки стоят у нас в районе, не знаю, там, 5-7 фе за штучку. Ну, и пробегая таким макаром карту, в которую, напомню, что мы вкладываем ничего, карты стоят по 0,7, по-моему, по 0,0 даже, 7 за каждую карту. Мы делаем просто своим временем какой-то выхлоп по валютке. Соответственно, пробегается все это дело там буквально за, я не знаю, в зависимости от скорости вашего персонажа процентов. Хотя бы там 150-200 есть секунд за 20-30. Вот, еще два маяка. Еще маяк. Да, сейчас мне везет, но среднее количество маяков, как мне кажется, 1-2 за карту. И на боссе, убивая босса, мы вызываем Дарксёрдж. С какой-то долей вероятности вызывается Дарксёрджевский босс, вот, которого мы убиваем, из которого иногда падают проходки на Кигана. Очень просто, без каких-либо запаров. Штуки, которые мы фармим здесь, стоят по 2-2,5 фе за ран. То есть мы всегда гарантированно получаем 5 фе с карты. И маяками, которые падают в процессе, мы зарабатываем еще там от, не знаю, от 5 до 10 фе за карту, просто потому что мы ее пробежали. Эдикты стоят, в зависимости от их типа, там, от 50 до 100 фе, но это штучки такие редкие, как стабильный фарм рассчитывать на них не стоит. Однако мапки и шарды падают стабильно. Соответственно, если посчитать, что вы делаете, грубо говоря, там 2 карты в минуту, соответственно, вы сделаете порядка 100 карт за час, если бегать их там с интервалом 30-35 секунд, грубо говоря. И, соответственно, если помножить это все на количество лута гарантированного, то есть 5, и как минимум там 5 фе, то мы имеем порядка 1000 фе в час, не считая всего остального, что довольно-таки неплохо, при учете того, что мы тратим всего лишь бекон, который стоит там 0, 0, 0, и не знает сколько фе. Я покупал, по-моему, по 6 фе за стак, в общем, грубо говоря, бесплатно, и ваше время превращаются в неплохие такие деньги. Боссов этих можно бегать самостоятельно, либо продавать. Бегая их самостоятельно, есть шанс, что мы выбьем какие-то пресайз ауры. Довольно-таки большая количество из них нихрена не стоит, однако пресайз элементал резисты аура дорогая, стоила, по крайней мере, когда я смотрел 1000-1500, милишные ауры что-то стоят, элементал амплификейшн что-то стоит, пресайз проджектайлы что-то стоят, в общем, не знаю, стоит ли это гемблит или нет, однако, типа, бегая туда за 12 кусочков, мы получаем взамен кусочек на тревелера, который стоит там какое-то количество денег, плюс два маяка, которые вроде как проход нам отбивают. В общем, вы конвертируете одни проходки в другие, которые впоследствии можно потратить на то, чтобы сходить на тревелера и попытаться выбить с него какой-то лут. Вот такая вот страта. Я думаю, что для всех тех, кто не знает, как зарабатывать, или что-то там еще, это является отличным способом для того, чтобы поднять какие-то стартовые бабки для одевания персонажа и подготовки его к Т8. Пользуйтесь на здоровье, всего самого наилучшего, если есть какие-то идеи или поправки относительно того, что я тут наговорил, пишите в комментарии, не ссыте. С вами был Антоп, всего самого наилучшего, пока. Субтитры создавал DimaTorzok